Здравствуйте! Эфир телеканала «Губерния 33» продолжает программу «На всю Владимирскую». Меня зовут Екатерина Гаврилова. Сегодня в нашей студии директор областного департамента образования Ольга Александровна Беляева. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что пришли. Здравствуйте! В нашей программе мы поговорим о школах. Один из самых актуальных вопросов – это безопасность в наших учебных учреждениях в свете недавних событий, случившихся в Улан-Удэе Перми. По школам страны после этого, после печальных событий, прокатилась волна проверок. С детьми были проведены беседы. Ольга Александровна, насколько, как над безопасностью в школах Владимирской области сейчас работают, чтобы не случилось таких подобных бед? Наверное, сразу надо сказать о том, что те несчастные, я скажу, случаи, несчастные случаи, происшедшие в субъектах Российской Федерации, они ведь связаны не только с безопасностью самой образовательной организации. Это комплексный вопрос. Это вопрос и воспитания, это и вопрос семейной политики. Поэтому говорить только о безопасности образовательного учреждения и привязывать это к этой проблеме было бы неправильно. И сегодня, когда изучаются причины вот этих трагических событий, то приходят к выводу, что да, один из очень важных элементов – это безопасность образовательной организации. И не случайно сразу на следующий день после происшедшего было дано поручение губернаторам области Светланы Юрьевны о том, чтобы мы незамедлительно провели совещание с нашими руководителями муниципальных органов правления образования, подготовили соответствующий приказ и начали все службы, которые обеспечивают безопасность и не только образовательных организаций, а вообще безопасность населения, безопасность детского населения, взрослого населения, начали проверки учреждений. Такая работа была чисто организационная, проведена. То есть все школы области проверили? Да, все школы области сегодня проверены. Я хочу сказать, что мы ведь этим вопросом безопасности занимаемся все время. Это тема, которая не уходит никогда с повестки дня. 1 сентября все образовательные организации принимаются не только органами управления образованием или муниципальными органами. Они принимаются всеми надзорными органами. Проверяется система видеонаблюдения. Проверяется работа стрельца мониторинга, то есть реакции технологического оборудования на задымление, даже не только на пожары, на задымление. Проверяется ограждение, проверяется освещенность, проверяется работа сторожа или охранной организации, которая есть в образовательной организации. Условия, которые есть сегодня в общеобразовательной школе или в детском саду. Все проверяется, все документы подписываются и говорится о том на 1 сентября. Губернатор опять же делает доклад председателю правительства Российской Федерации, что образовательные организации готовы к приему детей. Это очень большая акция. Под это у нас есть программа безопасности образовательной организации. Она работает уже давно в области. Ежегодно выделяется около 100 миллионов рублей, чтобы вот все те требования, которые есть, они выполнялись. Другое дело, я сейчас назвала сумму, которая идет только на создание безопасных условий в наших подведомственных... На технические средства это только идет. Да, ну это технические средства, ремонтные работы, которые связаны тоже с безопасностью. Может быть, это крыши, это тоже безопасность. Это же тоже безопасность. То есть вот это я обращаю внимание на то, что это деньги областные, и они, как правило, идут в областные образовательные организации. А у нас их более 60. Другое дело, что все правообладатели зданиями, то есть учредители наших организаций, муниципальные органы, они в свою очередь тоже вкладывают. И вкладывают не менее 300 миллионов ежегодно. Ага, ну вот как вот безопасность учебных учреждений... Сейчас я скажу. И в результате, когда мы посмотрели и провели мониторинг все абсолютно структуры, то выяснилось, что у нас сегодня, в принципе, первое, значит, то, что касается пожароопасности, стопроцентная безопасность обеспечена. Ограждения почти стопроцентные. 90% учреждения имеют хотя бы первую преграду, и это тоже немаловажно. Третья сильная позиция – это видеонаблюдение. Оно есть в более чем 80% образовательных организаций, и это тоже немаловажный факт. Четвертое – это охранные предприятия. Да, их немного пока охранных предприятий, но они есть в школах. А если это не охранное предприятие, то это обязательно сторож. Тут тоже хорошо. Но есть проблемы. Первая проблема – это входная группа, а это тот самый второй рубеж, который надо всегда преодолеть при входе в школу. Кто приходит в школу? Ученик, учитель, родитель, а может быть кто-то и другой. А может быть, да, может быть даже ученик, но ученик, который сегодня пришел с какими-то намерениями не очень добрыми, и с какими-то предметами, типа топора там и прочее, коктейлем Молотова. Вот как это увидеть? Конечно, в этом случае помогает вот та самая система доступа и управления доступом, так называемые скуды. Система контроля доступа и управления доступом в образовательной организации. А что она собой представляет? А это те самые вертушки, как их иногда называют, но они управляемые, и ты через них не перепрыгнешь, потому что рядом стоит человек, который отвечает за проход и смотрит документ, или он проверяет ребенка по списку, или взрослого человека, и он не должен пропустить никого постороннего, или никого с недобрыми намерениями. Вот, к сожалению, у нас сегодня в области есть такая проблема. 120 организаций от общего числа, это, ну, где-то 12% всего, имеют такого рода ограждения. Но я хочу сказать, это же не значит, что можно в любую школу сейчас позвонить, войти, и тебя пропустят. Там есть другие меры предосторожности, я вам их тоже назвала. Но вот эта тема, она сегодня достаточно острая. Тем более, что в октябре вышло новое постановление о требованиях к обеспечению безопасности образовательных организаций. И для крупных образовательных организаций, и образовательных организаций, которые могут быть отнесены ко второй или первой категории, вот здесь должны обязательно быть эти устройства. Но ситуацию очень хорошо понимают и в Министерстве образования. Поэтому Министерство образования тоже провело свои совещания с нами, как с руководителями образования в субъектах Российской Федерации. Дважды проводились совещания на тему о том, какие средства сегодня необходимы субъекту Российской Федерации, чтобы обеспечить в соответствии с новыми октябрьскими требованиями нашей образовательной организации. Такой мониторинг был проведен. Мы посчитали, действительно нам нужны дополнительные средства. Потому что это дорогое удовольствие систему установить. Это очень дорогое удовольствие. Сколько стоит такая система распознавания? Ну, где-то от 100 тысяч и выше. От 100 тысяч и выше. Но это для одного учреждения. До 700-800 тысяч. Ничего себе, большая сумма. Ну, конечно, в зависимости от того, что мы заложим, какую программу мы заложим вот в эту систему входную группу. Поэтому были даны предложения в Министерство образования. Потому что собраны они сегодня, обобщены эти данные по всей России. И все это будет передано в правительство Российской Федерации. Будет рассмотрен, вероятно, вопрос о помощи субъектам Российской Федерации в укреплении образовательных организаций. Но это одна тема. Губернатор области дала поручение выделить дополнительные средства под обеспечение безопасности школ и на уровне нашего субъекта. То есть сегодня этот вопрос тоже на контроле. И область, вновь бюджет области подкрепит вот те слабые позиции, которые есть в образовательных учреждениях в части обеспечения безопасности. На сельским школам можно на это рассчитывать? Например, в маленьких городах? Вы понимаете, эти средства будут выданы в целом. Если они будут выделены, такое поручение дано, значит, это будет. Оно будет выделено муниципальным образованием, они сами будут уже решать, в какие образовательные организации. Ведь есть еще образовательные организации третьей категории. Там нет такого жесткого требования. А что это? Третья категория – это как раз те малочисленные школы. Там достаточно видеонаблюдения, там достаточно системы пропускной, но обычной системы пропускной. То есть это может быть просто сторож, или это может быть дежурный. То есть достаточно тех мер, которые уже сегодня имеются в образовательной организации. Поэтому сами муниципальные органы и главы, конечно, еще раз внимательно изучат свои возможности, необходимости в тех технологических элементах, которые обеспечивают безопасность. И примут решение, куда направить эти деньги. В первую очередь. Конечно, надо их направлять прежде всего в крупные образовательные организации, где учатся больше детей, где больше протяженность самого учреждения. Вот туда. Но я думаю, что так оно и будет. Технические средства – да, это прекрасно, что школу будут оснащаться. Но все-таки вы сказали, дело еще не только в технике, но и в воспитании. Как вы считаете, чего не хватает, чтобы все-таки дополнить безопасность? Вы знаете, сегодня уже очень ясно стало, что шаг, предпринятый три года тому назад, но тоже, знаете, по предложению, по методическим рекомендациям даже, которые предложены были и даны нам были сверху, мы как бы сократили психологическую службу, психологическое сопровождение в наших образовательных организациях. Хотя сразу хочу сказать, это не панацея от всех бед. Психолог может быть в школе, и ничего не изменится. Все зависит, конечно, от качества подготовки психолога, от организации его работы, от того, как управляет этим психологом руководство образовательной организации. Суть в том, что должен быть некий психологодиагностический центр в любом образовательном учреждении. Это не значит, что это должна быть структура вот так названная. Это центром я называю просто некую группу людей. Один или два специалиста, например, в школу не можете больше позволить. Это будет заместитель, например, по воспитательной работе. Это будет в обязательном порядке сообщество классных руководителей. Дальше психолог, он может быть штатный, а может быть привлеченный, потому что везде есть службы детской психологической помощи. Они в каждом муниципалитете есть. Другое дело, что они находятся в метод-кабинетах, но они все равно школы обслуживают, и детские сады. Значит, вот этот человек, социальный педагог, если он имеется в школе, и эта группа людей должна точно знать ситуацию по каждой семье, по каждому ребенку, по той программе, которую этот ребенок изучает. Вот пермский случай, он ведь о чем говорит? Он говорит о том, что ребенок этот всегда был ребенком особенным, очень агрессивным, человеком неуправляемым часто, уже с пятого класса, не случайно он был выведен на индивидуальное обучение. Ему надо было помочь. Кто ему мог бы помочь? Классный руководитель, конечно, мог бы сделать первый шаг. Родители обращались. Но, правда, Ольга Юрьевна по итогам исследований ситуации пермской сказала, что школа пермская сделала все. Ну, наверное, сделала все. Но знаю, что родители обращались за помощью в том числе и иного порядка. Не просто формальный выход в семью, разговоры с ребенком, вывод их на комиссию по делам несовершеннолетних и наказание мамы, потому что ребенок оставался неуправляемым. Вот надо было, конечно, подключить сюда и не просто психолога. Может быть, нужен был детский психиатр. Потому что вот такая агрессивность... Это очень сложный, да, это очень неординарный случай. Неординарный случай, но и было понятно сразу, что мальчик тоже неординарный. Вот таких детей, они всегда есть в школах, таких детей всегда надо держать в поле зрения. Потому что от них можно ожидать любого. Сама я вот учитель в прошлом. Такие дети тоже были. У нас были, когда я работала, у нас был огромный... Вот я взяла класс 45 человек. У меня были три человека вот с такими особенностями. Неуправляемые. Да, они были очень сложно управляемые. Этого ребенка, если кто-то задевал во время или урок, или в перемену, вот просто его задевал нечаянно, то начиналась истерика. Но истерика проявлялась по-разному. Но тогда, понимаете, мама, она пошла навстречу как бы школе, мы с ней немало говорили, в итоге вместе вывели ребенка к детскому психиатру. И ребенок потом закончил с отличием даже колледж. Сегодня он очень успешный человек. А вот такая ситуация была, и он был не единственный, поверьте. Есть такие, а есть тихони. Есть просто тихие дети, которых никто не замечает. Но эти тихие дети внутри целую, понимаете, испытывают... Как бомбу замедленного действия. То есть спичку поднеси, и все. У них там все свое тоже. Они не в коллективе, они не общаются с детьми. Это особенные дети, и к ним тоже нужен особенный подход. Но кто это увидит? Ну, конечно, это должны видеть прежде всего классные руководители. Потом это обязательно, этот ребенок должен быть на контроле. Замы по воспитательной работе. Вот смотрите, сегодня, сейчас только узнала, что в Кемерово. Вот ребенок там опять, мальчик, 15-летний, ножом девочку пырнул. Да, вот такая ситуация. С чего бы мальчик с ножом-то пришел в школу? Что он с ножом-то бегал по классу? Или что он там в коридоре с ножом делал? Ведь, значит, он тоже был не тихий ребенок, не спокойный ребенок. То есть тот, который требует особого внимания. Значит, это первая тема. Индивидуальная работа с ребенком. То есть должен оказаться взрослый вовремя рядом. Конечно, конечно. И не только, кстати, классный руководитель или воспитатель. Бывает так, что и воспитатель, если это группа продленного дня, говорят родителям, вы знаете, надо обратить внимание на то-то. Вы бы его сводили туда-то. А родителям-то некогда. Но вот бывает ведь и такая ситуация. Родители не делают того, что им предложено. Или одна мама воспитывает, одна бабушка, дедушка. Да, да, да. Может и такая быть ситуация. Но все равно только вот в такой взаимосвязи. При полном понимании семьи, школы, работников школы можно решать такие сложные вопросы. А дети такие, они все равно будут. Но вот это просчет воспитания. Все равно это просчет воспитания и просчет в части организации индивидуальной работы с ребенком. Не случайно у нас сегодня Институт развития образования подготовил новую программу родительского всеобучия. Эта программа носит название о развитии партнерских отношений семьи и школы. Партнерских отношений. Вы знаете, причем они не просто подготовили программу с перечнем вопросов. Есть методические рекомендации, есть инструкции, есть индикаторы эффективности работы и системной работы родительских вот таких сборов. Грубо говоря, инструкция пошаговая, что делать родителям. Совершенно верно. И не только родителям. А просто вот просвещают родителей, чтобы родители понимали. Все начинается с малого. Хочу привести примеры тех совещаний, что ли, собраний, которые предлагаются нам. Повестки дня. Вот посмотрите. Начинается все с простого. Будьте примером для своих детей. Вот что значит родителю быть примером для своих детей. Потом безопасность ребенка дома. Это же актуально. Безопасность может быть разная. Ну, потому что есть и домашний Василий и все прочее. Далее, первые проблемы подросткового возраста. Вирус сквернословия. Это тоже показатель. Компоненты здорового образа жизни. Семья, если не ведет здоровый образ жизни, то ребенок точно никогда не будет здоровым. Подросток и закон. Очень важная тема. Роль семьи в правовом воспитании школьника. Как воспитать мальчишек и девчонок. Причины и последствия агрессии. Вот видите, какие актуальные темы. Это каждая из этих тем, которые вы назвали, должно быть посвящено, мне кажется, отдельное большое родительское собрание, которое проводится в нашей области. Я вам называю темы разных. Это программа родительского всеобучия. У нас в области будет что-то подобное проводиться? А я сейчас говорю о том, что это наш институт развития образования сделал. То есть уже в скором времени? Да, она уже реализуется с начала этого учебного года. И заканчивается тематика профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде. Потому что наши родители, ну, чего греха таить? Они, конечно, не знают ни что такое экстремизм. Никакие проявления экстремизма могут быть у его ребенка. И чаще всего родители вообще думают, да это не про них. Когда говорят о наркомании, они думают, это не про них. У них такого быть не может. Может, благополучная семья, и может, не коснется. Ну, что он там покурил? Ну, ладно, покурил. Ну, ничего особенного. Да, ну, ничего особенного. А здесь есть тема отдельная. О вреде курения. О вреде тапака. И вообще о вреде всех отклонений от поведения. На что родитель должен обращать внимание. Это тематика родительского всеобучия, классного. Хотите, как решить, уже школа. То есть можно в классе, можно общешкольное провести. Это школа, это может быть общешкольное родительское собрание. Мы тематику эту потом выносим на наши большие совещания родительские. Либо это муниципальные, либо это будут областные. Это обязательно будет. Вот часть тем будет уже сейчас у нас в первом квартале. Эта тематика будет обязательно взята. И тематика по экстремизму. И о вредных привычках. О том, как с ними надо, как их надо от них уходить. И о конфликте в семье. И как надо разрешать эти конфликты в семье. Вот это все всегда проходит у нас как бы обязательной программой. Но и выступают у нас всегда специалисты, конечно. На наших областных собраниях. Также мы рекомендуем делать муниципальным органам управления образования. И вы, наверное, знаете, что всегда с присутствием силовых структур, всегда с присутствием органов здравоохранения, потому что они первые помощники. Как правило, комиссии по делам несовершеннолетних. Ну и, конечно, специалисты. Если мы говорим, например, о проблемах психологических, то должен быть психолог. На наших областных совещаниях всегда присутствует психолог. И хочу сказать, что информация, которую дает родителю наш психолог на областных совещаниях, они у нас, как правило, бывают очень заочные. То есть часть родителей сидит в зале, а другая часть с той стороны телевидения, с той стороны экрана. Это трансляция организуется. Да, трансляция организуется, совершенно верно. Родители всегда с большим интересом и потом с большой благодарностью к нам. Много вопросов, наверное, все равно у них возникает после. Они подходят, задают. Какие самые частые вопросы задают родители? Ну, вы знаете, они не столько задают вопросы, потому что им очень хорошо все объяснят. И еще дадут, мы же подготовим еще и материал раздаточный. Поэтому таких вот прямых вопросов нет. Но бывают конкретные вопросы, знаете, индивидуальные. Когда родитель подойдет и спросит, а где, назовите адрес, куда можно обратиться. И тогда мы называем адреса. Это наш центр психолого-педагогической поддержки детей, где с детьми работают. Можно получить консультацию и психолога, и логопеда, и учителя. А потом можно там еще и реабилитацию пройти с ребенком. Если специалисты нашего центра видят, что действительно этот ребенок поддастся реабилитации, она даст результат, а может быть, предложат пройти в другое место. Кто-то спрашивает, а где можно пройти тестирование сейчас прямо, чтобы узнать, как... Есть ли склонность к тем или иным отклонениям. Да, совершенно верно. Вот все это... Наверняка должна быть такая своеобразная памятка с телефонами, с адресами. Да, да, да. Все это дается, как правило, когда мы проводим не больше трех-четырех больших областных собраний. Потому что параллельно ведутся ведь собрания муниципальные и общешкольные, и еще школьные. Конечно, качество. Вы понимаете, качество собраний тоже разное. Бывает так, придут, и, значит, начинается рассказ о том, какие отметки в журнале. И не более того. Оно нужно. Но это скорее не собрание, это скорее консультация. Или просто встреча родителей по поводу конкретной сегодняшней учебной ситуации. А всеобучие на другом. Он как раз о том, чтобы родителю рассказать, как это непросто жить с ребенком. Как это непросто вообще его вот сделать человеком, гражданином, сделать его... Как увидеть, что у него появились какие-то проблемы вот в этом вот катке жизни. Потому что действительно жизнь очень стремительна. Родители сегодня очень загружены. Но вот эти знаковые моменты им помогают наши специалисты увидеть. На что обратить внимание? Почему надо заволноваться? Что должно заволноваться? Я прошу прощения. К сожалению, время нашей программы ограничено. Я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что сегодня в нашей студии о безопасности в школах мы говорили с директором областного департамента образования Ольгой Александровной Беляевой. Еще раз благодарю за беседу. Интересное содержательное интервью получилось. Всего доброго. До свидания. До свидания. Я напомню, что запись нашей программы, а также другие новости, можно найти на сайте trc33.ru. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok